А ты до скольки лет в Канаде жил? С трех пришли, что-то такое. С трех и до скольки? До вчера. С семнадцатого года. Мне было тогда 23. Когда его там выгнали? Я был в России раза два. Один раз на месяц, один раз на две недели. Три раза? Нет, я думаю, да. Три раза. Один раз в Питере на неделю. Получается полностью там вырос? Да. Там в русской школе учился. У меня в церковной школе. У меня там мама работала. И как бы я ничего не делал. И все знали маму, все знали меня. Родственники в Балашове и там в Ольховке? Родственники даже не знаем как бы. То есть непонятно даже есть ли они там или нет? Хрен не знаю. В Балашове есть. А нет, в Саратове есть. Потом по культуре себя выдержим. Понимаешь, что это бытность? Это дед. Атестат. Да, да, сейчас было алгебра. Три? А папа говорит, а там пять в физике. А тогда в чем проблема была с математикой? А в физике было вот это. Атестат. Срелость. СССР, Министерство путей сообщения, отдел школ. Письмо вот это было очень прикольное. Да, выдан Калинаеву Геннадию Максимовичу, родившемуся в городе Балашове Саратовской области. Второе. А какого года он родился? Сентября 1931 года. В том, что он поступил в 1939 году в мужскую среднюю школу номер 79 станции Абалашов юго-восточной железной дороги, окончил в 1950 году. Первые впечатления России в Москве. Это было лет назад, когда первый раз был в Москве. Это было очень классно. К тете приехала месяц. У нее день рождения было. Мы поехали в какой-то ресторан. День была. Мы выходим. Я помню, мы выходим. Я чуть выпил. И там мотоциклы. На одном колесе катаюсь. Я так... Мы где? А ты в России где-нибудь кроме Москвы был? Я... Перед тем, как начал здесь учиться. Что три года назад уже? О, блядь. Да. Три года и двадцать минут. Да, да, да. Я... Был... В Питере... Было... У меня мама работает с посольством. И есть много... В... Программы волонтерства. В России. Бесплатные программы. Сотечественников. Всякое такое. Вот какие. Программа для соотечественников. Дикое. Для соотечественников. Это Дудь? Это Дудя? И то, что... Еще блядый тогда. Был в Питере. Культурная программа для соотечественников. Было очень классно. Я познакомился с людьми. Там... С священником познакомился. Да, да. Да, да. Отец Владимир. Да. Очень... Блин, первый день пришел продукт. Двумя пивасиками. Очень любил меня. Очень хороший человек был всегда. Это было как бы... Первый раз я самим был в России. Это было очень классно. Потому что я уже там был. И мог делать то, что я и хотел. Потому что я уже на эти туристические вещи был. И... Ну... В прошлом году я это все видел. И мог как бы... Осуждать Питер как бы... Своему. Было очень классно. С Канадой есть что-нибудь похожее? В России? Когда ты начинаешь... Люди здесь... С первого взгляда... Они очень... Я понял. Грубо это не то слово. Грубо это неправильное слово. Грубо это неправильное слово. Это... Ну так... Закрытое... Всякое такое. А... Как... Что... То же самое как бы в Канаде. Это когда... Люди... Скажем... В квартире... В какой-то комнате садятся. Вместе пить. Это то же самое. Я думаю, что... Это как бы... Очень много... Как бы... Общего. Общего. Да. Климат. Сто процентов. Как бы... Я думаю, это очень большой влиятельный фактор на то, что как люди влияют. Потому что... Если сможет на разницу между... Как бы... Скандинавские страны и как бы латинские и американские страны, они ведут себя по-другому. Потому что у них есть разные... Ну... Климаты. Ну... В холоде. Да, да, да. И как Канада... Где? В Торонто. В Онтарио. Канаду. Одно и то же почти как... Как... Москва. Россия. Разница в том, что... Просто... В Москве зима начинается раньше. И все. Что одно и то же. Люди... Ведут себя... Здесь чуть... Холоднее себя ведут с первого взгляда. Но... После этого... Когда пить вместе... Одно и то же. Это... Блин... Одно и то же. Итак, мы с Максимом из Канады отправились в Балашов искать бывшую квартиру его деда, могилу деда и остатки его дома в деревне. Мы не знали, найдем ли мы вообще что-нибудь. Надолго приехал-то? Я учусь. Здесь? Да, в Москве. На кого? Инженера. Ну, инженера-то... Машиностроение. А, ну это я согласна. Вот это я согласна. Хорошо. Да. Он заканчивает в этом году и уезжает уже? Он заканчивает в этом году. Ну, молодец. 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 Одногруппник наш. Ну, хорошо. Будешь работать. И туда уедешь, к отцу? Ну, пока еще не знаю, чего. Да-да-да. Блин, как... Просто все белое. Представь просто идти в ту туну. У тебя дом вон, у тех деревьев. Да. И ты просто... Ну, надо идти. В Арктике бывает эта болезнь с искажением зрения. Слышал такое. Да. Это называется белая мгла у них. И сейчас куда вы поедете? До Балашова. До Балашова? Там, блин, а что им? А, в отель? Даже еще не забрали. Там тоже родственники по Балашовой. А? Да, папа говорит, что там родственники тоже по Балашовой даже на какие-то... Нет, там никого. Можешь не искать. Нету. Ага. Маринка-то... Почему? Никого. Она тоже в отеле. Или там вот квартиру снимают. Так, значит, куда мы родственников ищем или что? Я думал... Или дом. Сначала идем и потом посмотрим. Ну, сейчас, я думаю, надо все квартиры... Все квартиры... И парочку еще облечить. Да. Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Ух! 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 Ну, подъездка! А здесь, что какая рыба? Ух! Можно туда не заходить. Сюда! Ух! 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 у прадедушки а это кому получается постучимся вот еще еще левый родственник и родственницы как двоюродная сестра дедушки или что-то какой из пяти домов наискосок так то ли то мне зовут макси владимирович я ищу лену лебедеву если есть такое второй дом это на два хода тоже хорошо хорошо спасибо большое хорошего дня вам ну что я думаю может это попробовать потом просто на ту сторону может сейчас пойти на ту сторону может сейчас дальше предстояло найти могил предков на старом городском кладбище сделать это было непросто вот заезжаешь вот прямо на кладбище в Бетлянке оно это кладбище старое вот ворота заезжаешь с этой стороны как старушка и прямо должна быть или дорога или что и там кусты уже там не хоронят и с левой стороны какой-то может даже ты зайдешь в эту старушку потому что маринка договорилась что там кто-то охранял когда охраняют кладбище ей обрабатывали могилу это может быть это так фамилия ты знаешь маринкина это я сама не знаю найти могилу деду самим не удалось сторож отправил нас в городской архив работа нет вот и все и все уехали работают несколько да и молодежи уже нет никого а что делается за работу что работа нет уезжают в Москву работа я говорю вот сын у меня в Москву постоянно ездит в Балашове тоже нет в Балашове тоже нет там если платят то копейки там Балашовские все уехали много уезжают в Москву ездит как Сашка начнет рассказывать со всего союза в Москве в Саратове тоже ничего нет? да что же я не знаю это же поближе не знаю в Саратове я не знаю нет ну ничего а в войне не было остальное все это хренат так вот так красота обычно намного дороже нужно было еще найти остатки дома в деревне под Балашовом или хотя бы тех кто мог нам что-нибудь о нем рассказать а Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас всего тут 4 человек во всей улице Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дом развалили неизвестно кто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Студор DimaTorzok Ну всё там уже, так что, вот такие дела. Всё, ольховки нету, уже второй год, последний житель, что уехал оттуда, увезли вернее. Никого там нет, весь дом развален, есть участок, есть кирпичный дом. Ага, ну я не знаю, как вы туда пройдёте, вы не пройдёте. А нам надо туда идти, может там дом будет, видимо, всё. И ничего, там без сердца валюха, первый кирпичный. Ага, это бы такая деревянная пристройка. Кирпичный дом забрали, там уже ничего нет, сынок. Так что, вот такие дела. Вот так, взрослые мы все стали. Ну вот. Были маленькие мы все были. Ты, ну, младший? Да, сестры, да, на 4 года. У меня сестру тебя помню, маленькую, она в коляске ещё мать-то возила. Да, вот. Да. Возила. Алине было, вот, в 91-м был здесь. Ну да, да, да. Я ещё даже не родился. Да, да. Вот такие дела, вот так вот. Вот так вот. А ещё чего-нибудь расскажут? А чё ещё рассказать? А я не знаю. Так и разусно, вы знаете, это чё песен называется? Да, я... Это когда человек там... Вот когда он сказал мне, откуда чё, Павел, я дед. Я вот... А ты хоть знаешь, где могил дедова-то? Нет. Вот и Маринка не знает. Я много ещё не знаю. Вот то вот и начинаю что-то. У меня ребят только не убрано. Пойдёмте, я вас чаем, что ли, напою. Ну, как хотите, мы вам... Если не... Если вам не трудно. То не трудно мне, но у меня там не убрано. Яtinya, ты!!! Да то ничего страшного. Вы главное рассказываете побольше? Да чё ж не рассказывать! Ой, Господи! Моя , ты падая уношается?! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok